Друзья, всем привет! Меня зовут Константин Горбунов. Если вы находитесь на этой странице, то, скорее всего, вы зарабатываете чуть меньше 1 миллиона рублей в месяц. Или зарабатываете меньше 300 тысяч рублей в месяц, что тоже есть большая вероятность. И я хочу помочь вам вывести ваш бизнес на прибыль 300, 500, 800 тысяч рублей в месяц, в зависимости от того, сколько зарабатываете вы на данный момент. Да, если у вас уже есть бизнес, и вы зарабатываете 150, 200, 300, 500 тысяч рублей, я попробую помочь вам, во-первых, увеличить доход в 2, в некоторых случаях в 3 раза. Если у вас нет бизнеса вообще, и вы сейчас наемный рабочий, либо вы уже делали бизнес, и у вас просто отрицательный опыт, и вы были, например, в долгах, или даже сейчас, возможно, отчасти в долгах, или уже выползли в ноль, сравнялись и так далее. В общем, в любом случае я тоже смогу вам помочь. А помочь я смогу вам такой вещью, как наставничеством, индивидуальным наставничеством от Константина Горбунова. Через этот продукт прошло уже довольно-таки много людей. Мы уже на протяжении двух лет, я занимаюсь постоянно наставничеством в группах с ребятами, и у нас получаются очень даже хорошие, конечно же, результаты, получаются очень хорошие связки, команды, и, конечно же, у ребят идет рост постоянный, и что мне очень, конечно же, нравится. Итак, что такое вообще наставничество? Наставничество это, первое, 8 встреч, либо онлайн, либо вживую, в зависимости от того, какую вы выберете группу. У нас есть онлайн-группа и живая. Живая, естественно, это просто встречи. Онлайн вы задаете вопрос, то есть мы с вами общаемся, как в скайпе. И я вам отвечаю на все ваши вопросы, вы рассказываете про дизайн и так далее, и так далее, и так далее. А я, естественно, вам либо их выдаю. В общем, идет просто прямое общение, даже с вебкой. В общем, как во встрече живой, в онлайне разницы особой нет. 8 встреч. Ну, зачастую у нас больше встреч, и на последнем наставничестве у нас было то ли 12, то ли 14 аж встреч, для того, чтобы мы довели ребят до результата. Да, мы знаем прекрасно, что есть ребята, которые схватывают все на лету. Да, зачастую им даже и наставничество не нужно. Им нужен такой легкий толчок в некоторых местах, или просто показать «иди туда, иди туда, иди туда», и они получат результат. А есть ребята, у которых, ну, которые тянут немножко. Я думаю, что вы, наверное, и себя даже найдете в этом. И мы уже их так потряхиваем хорошенько, и поэтому даем еще дополнительные встречи для того, чтобы вы точно получили результат. Встречи. Один раз в неделю, либо, опять же, онлайн, либо живая группа. На встречах мы делаем индивидуальный разбор каждого участника. То есть никто не остается без внимания. Полностью разбираем каждого. Есть определенный список того, что мы обязательно разбираем. Это и цели, и прочее. О том, о чем я поговорю попозже. Также у нас есть, конечно же, обязательные домашние задания, которые необходимо вам выполнять. Вы выполняете домашние задания, их несколько типов. Причем есть домашние задания как на один день, хотя и у нас промежуток целую неделю. Тем не менее, я иногда даю ежедневные задачи, около трех задач на всю неделю. То есть три дня вы можете работать, остальные четыре дня, в принципе, можете заниматься чем угодно. Зачастую вам достаточно три дня плотно позаниматься какими-то делами, а остальные четыре дня вы можете вообще не работать и получать при этом очень хорошие деньги. Поверьте. Дальше. Конечно же, есть домашние задания на неделю. Они более такие серьезные. Можно сказать, там уже цель, ближе к цели. И домашние задания на целый месяц. Такое оно крупное домашнее задание. Все это ведет, конечно же, к какой-то определенной цели, которую вы ставите на собеседование, либо на первую встречу. Зачастую на первую встречу. Дальше. Конечно же, у нас есть отдельно скайпчат. Мы пытаемся полностью помочь вам. Вдруг, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то пожелания и прочее, прочее, прочее. Скайпчат – отличный вариант, когда вы можете взять и задать вопрос либо мне, либо моему партнеру Михаилу, который тоже будет заниматься вами и будет тоже наставничать и тоже помогать вам. Можно сказать, он будет отдельно еще и следить за вашими действиями. Но мы об этом еще поговорим. И также, конечно, вы добавляетесь в общий чат ребят, которые уже в наставничестве. Мы общаемся, кто-то задает вопросы, мы на них, естественно, все отвечаем. В общем, ведем активный образ жизни даже после наставничества. То есть, не бросаем ребят, которые получили результат, а пытаемся довести, как минимум, ну, пытаемся какими-то советами, толчками довести их до результатов выше. Естественно, мы полностью следим за вашими действиями. Действиями в рамках только ДЗ. То есть, нет слежки в виде ночью, там, что, ничего не сделал или тому подобное. Нет, мы, конечно же, полностью культурно пытаемся просто пинать вас, заставить вас работать, потому что, если не мы, то кто еще заставит вас работать? Давайте поговорим о основных семи целях, которые преследуют мое наставничество. Итак, первое. Вы определяетесь своими целями и желаниями. Причем, вроде два слова, они простые. Цель и желание. Но, когда их ставишь в связку, уже становится сложно, потому что некоторые люди не понимают, что такое цель, а что такое желание. И интересно то, что некоторые ребята, ну, например, ставят цель. У них есть цель купить ламборгини. Ну, допустим. Но при этом они зарабатывают 50 тысяч рублей, снимают квартиру где-нибудь с Виблова, и у них есть жена, которая просто еще выковыривает все мозги. При этом у него есть желание купить ламборгини. Замечательное желание, но на самом деле, скорее всего, скрытые желания у него немножко другие. Поэтому мы полностью решаем все моменты, связанные с вашими желаниями и целями. Причем, это делаем не только даже на первой встрече, мы это делаем еще на собеседовании. До того, как вы пойдете на наставничество, мы все равно вас прособеседуем. Сможем мы вам помочь, не сможем. И подходите ли вы к нам каким-то боком или нет. В общем, в любом случае, сможем мы вам помочь или нет. Далее. У нас есть так называемая макроцель. Макроцель – это цель, которую вы должны поставить на промежуток какой-то времени определенной, например, на месяц, на два, на три, в рамках наставничества, которое вы попробуете решить. Да, мы прекрасно понимаем, что купить автомобиль за три месяца, например, какой-нибудь Cadillac Escalade, это крайне сложно. Это практически невозможно для человека, который, например, зарабатывает 100 тысяч рублей. Даже тот, который зарабатывает 300 тысяч рублей, ну, навряд ли сможет заработать на Cadillac Escalade, который стоит 5 миллионов рублей. В общем, довольно тяжело это сделать. Но, тем не менее, мы пробуем простроить цель именно так, чтобы к концу занятий человек, например, смог заработать на первую часть автомобиля и внести как задаток, либо еще что-то. То есть, мы пытаемся правильно поставить макроцели. И также мы пытаемся решить полностью цели, которые будут у вас на выходе. Какой бизнес, чем вам нравится заниматься, почему вы, будете ли вы заниматься этим дальше, и точно ли не будет у вас разочарования через полгода, год, как у многих ребят бывает. Дальше, третий пункт, самый, наверное, смешной. Стать первым. Стать первым в своей нише, стать первым в каком-то, ну, можно сказать, в своем, не то что мерке, да, который у вас в голове, вы там всегда первый, а именно в своем социуме. Вам необходимо стать первым. Это довольно сложный этап понимания, потому что многие люди хотят, ну, я так сбоку постою, мне главное, чтобы посыпались деньги, такого ни хрена не бывает. Если вы хотите зарабатывать реально большие деньги, тогда вам нужно стать первым в своей нише. Или как минимум стараться стать первым и пытаться разгребать джунгли и пытаться найти тех людей, которые идут первыми, их, как говорится, дать по голове и пытаться обгонять дальше. А там уже еще больше джунглей. В общем, в любом случае вам придется грести. И вот этот как раз пункт, это доказательство тому. Четвертое. Доведение до конца. Смешно, но ведь 95% людей из вас не доводит дела до конца. Это очень плохо. Причем, если даже делать по чуть-чуть, каждый день, вот по чуть-чуть, вы зачастую доводите до конца все свои основные дела через 3, 4, 5, 7 дней. Ну, максимум 2 недели. Но почему-то вы решаете делать все в один день. Вы вроде пытаетесь, делаете, делаете. В итоге что-то не получается. Вы разочаровываетесь, отбрасываете. Это потом начинаете через неделю делать. Ну, или еще какие-то у вас есть отмазки и прочее. Мы пытаемся сделать так, чтобы вы точно довели все дела, поставленные в домашнем задании и вообще по итогам первого занятия до конца, до результата. Дальше. Пятый пункт. Это тоже очень важный момент, конечно же. Продавать. Причем умение продавать отличает вас как предпринимателя. Как вы, наверное, знаете, вы можете быть специалистом, предпринимателем, инвестором. Это три основных вида, ну, можно сказать, бизнесменов, которые есть в нашей стране. И хоть вы специалист, хоть вы предприниматель, вам надо уметь продавать. Мы будем учить вас продавать. Правильно мыслить, как продавец. Мы будем заставлять вас учиться продавать первое себя и идею. Потому что себя и идею продавать, это очень важно как для специалистов, так и для предпринимателей. Шестое. Пункт, который должен был быть, наверное, пунктом номер ноль, это быстро действовать. Смешно, но большинство людей тоже не могут быстро действовать. Нужно сделать, не знаю, вы хотите запустить трафик завтра на сайт, значит, сегодня нужно уже что-то делать. Это глупо думать, что если вам нужно завтра запустить трафик, тогда я и завтра этим займусь. Вам надо заниматься этим сегодня и прямо сейчас. Причем не только думать об этом, но и делать. Об этом мы, естественно, поговорим. Я расскажу все. Естественно, все это я буду рассказывать на своих примерах. Сейчас не буду тратить ваше время. Все это полностью идет по, конечно же, по моему примеру. Я в конце пару слов еще скажу об этом. И седьмой пункт, это, естественно, брать на себя ответственность. Многие люди почему-то боятся это делать. Я не знаю, с чем это связано, но с 2013 года в общем официально есть компания Monster Context. Это компания, которая мне приносит не то, что основную часть прибыли, но она приносит мне постоянный доход, что очень важно для многих из вас. Ведь вы хотите получить хоть какой-то постоянный доход, выйти на 300 в месяц, на 500 в месяц. Правда ведь? И каждый месяц я беру на себя какую-то ответственность. Я не ухожу от каких-то вещей очень важных. Во-первых, я беру ответственность за компанию, ответственность за свои личные действия и за действия своей компании. И этому мы тоже будем отдельно учиться. Ну, а по поводу себя я скажу так, что за время уже большого количества потоков наставничества я увидел очень много количества бизнесов. Да, у меня есть очень большое количество друзей и бизнесменов. Да, я знаю, какие бывают люди, потому что я живу в Москве и постоянно с ними общаюсь. И да, скорее всего, я пойму все ваши переживания, со-переживания и прочее. То есть, у нас, скорее всего, будет какой-то общий, общая правильная коммуникация. Поэтому, если вы считаете, что то, что я сейчас вам донес в голове, вы восприняли правильно, то я рекомендую вам оставить заявку на собеседование. Оно проходит зачастую в скайп, поэтому вы максимум потеряете полчаса. И я рекомендую, если у вас действительно есть уже какой-то определенный либо доход, либо вы зарабатываете хотя бы от 50 тысяч рублей на работе, на каком-то своем бизнесе и так далее, пообщаться и решить, нужно ли вам наставничество. Потому что от 50 до 90 процентной вероятности я смогу либо вам помочь, либо сказать, что нет, я, извините, не смогу помочь. Ну, либо вы то же самое сможете рассказать Михаилу, и он тоже, в общем, сделает какие-то свои выводы. Мы обычно собеседуем вместе. Вот. Отдельно. Хочу сказать, что, опять же, за три года я получил очень большое количество камбэка от ребят, и поэтому у нас уже с командой выстроилось большое количество опыта, которое мы пытаемся вложить в голову, причем пытаясь отрезать ненужный лишний опыт и оставить только то, что вам необходимо. Да, мы понимаем прекрасно, что вам нужен трафик. Да, мы, естественно, можем с этим помочь, потому что я уже занимаюсь три года своим бизнесом, маркетинговым агентством, да и другими бизнесами я занимаюсь смежными, которым нужен трафик, и я знаю, как быстро, как продавать, как стать первым и так далее. Я с этим дружу уже не понаслышке. В общем, друзья, я всех жду на собеседовании к своему наставничеству, если вы действительно готовы изменить свой бизнес, готовы изменить свое мышление, а за ним уже, кстати, и бизнес, и свою жизнь, и свои цели, и приоритеты, и желания, и все остальное, а возможно просто достичь своих желаний, которые у вас есть. Приходите на собеседование, для этого вам необходимо заполнить на этой странице в самом низу форму, рассказать немножко о себе, и после этого с вами свяжется наш оператор, расскажет, когда вы сможете со мной пообеседовать, пообщаться, и какие условия участия в наставничестве есть полностью. На этом все, с вами был Константин Горбунов, приходите на собеседование, я вас жду. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok